привет всем сегодня у нас последний последний тренировочный день в рамках 100 дневки и специально для него я выбрал необычную признаюсь честно площадку я знал что она необычная не думал что настолько и давайте сразу покажу вам итак таких площадок видимо от компании вега мы еще не видели с вами квадратные столбы интересные турники скамейки для пресса конструкция с брусьями прессом и шведской стенкой очень странные очень странные брусья вот прямо я не знаю по ширине интересные и по ширине они тоже широковато немного ну ладно так турники один так закрепленный 2 на сварке причине и так судя по вот этим креплениям реально отстой не заказывайте компании вега никогда она убога если что мне у них нравится нравилось пока я не подошел поближе длинный рукоход вот в чем недостаток современных площадок на хомутах и все таки крутенькие рукоходики там даже полазать негде когда их соединяешь то возникает перепад высоты это тоже не круто а вот здесь рукоход длинный но я думаю что он не слишком надежный видимо это тоже для инвалидов не знаю потому что инвалиды сюда в принципе не доберутся здесь ни дороги ничего не убрано как здесь заниматься ладно что собственно говоря я буду делать буду делать сегодня лесенку как у меня есть задание но в отличие но я буду делать лесенку на подтягивание на отжимание от пола только только на эти два упражнения почему потому что приседать можно очень долго и скучно я не хочу скучать вот много есть других дел сегодня поэтому я сделаю подтягивание отжимания и также что я сделаю я буду делать их нон-стопом то есть если в варианте задания вы делаете один спрыгнули сделали два спрыгнули ну или там встали сделали три я буду делать это все не спрыгиваю с турника то есть подтягивание буду делать потянулся опустился 5 секунд подождал потянулся опустился и так но максимум до максимум зато посмотрю насколько изменится мои потяги с учетом того что последние полгода я вообще их не тренировал ну вот кроме 100 дневки на которой я планировал собственно восстановиться восстановиться от почти травмы предплечье и то же самое с отжиманиями единственное что здесь очень все плохо в плане место где можно делать все занесено вот тоже будут делать 1 5 секунд 2 5 секунд и так вверх пока не сдохну ну а сейчас разомнусь немножечко и будем тренить ну на турнике я дошел до 6 вот честно говоря надеялся что будет больше 6 это у нас получается сколько до 4 это 10 5 20 6 на 15 6 21 21 повторение летом у меня максимум был за 30 вот потяги вообще не тренировался это время чтобы у меня зажило предплечье я вам рассказал раньше сейчас она тоже вроде то ли одно хрустит то ли что-то другое хрустел несколько раз когда делал вот и плечо как-то чувствовалось после того как извисал вот поднимался не знаю может сейчас недостаточно хорошо размялся вот ну в целом потянуться 20 раз при том что вообще не тренируешь подтягивание да наверное уже на том уровне где двадцатку можно в любом состоянии просто посреди ночи разбуди и сделаешь 20 что это всего лишь говорит о том что все эти цифры фигня будете тренироваться будете получать результат здесь нет ничего вообще сложного все вопрос тренировок ладно сейчас немного отойду отдышусь и пойду вот туда там вроде ровная поверхность попробую отжимания поделать значит на самом деле я подумал что 6 такой лесенки это мало как надо делать больше то есть я вернул мог бы делать больше то есть 6 это был не максимум не факт что сделал бы 7 но там 6.3 6.4 просто когда давно что-то не делаешь тем более когда были какие-то проблемки то всегда есть такое ощущение что не стоит не стоит форсировать не стоит пытаться сразу выжать максимум что организм не готов он же потерял подготовку за время вот но в целом посмотрим после нового года буду активно включать подтягивание еще раз делаю там узи предплечье посмотрю спал ли отек и если спал то буду делать подтягивание буду учить передний вис который надо уже добить надоело мне вот а сейчас делаем отжимания сейчас еще немного понови про то что всю эту неделю я не высыпался нифига как собственно обычно отчасти из-за этого низкие результаты в общем сейчас буду делать отжимания то же самое одно отжимание 5 секунд 2 5 секунд 3 и так далее так далее а а Субтитры сделал DimaTorzok В отжиманиях дошел до 10 в лесенку Что-то в конце задумался перед последним подходом Вместо 5 секунд отдохнул 10 Не знаю, как для вас, для меня делать лесенку это очень тяжело Потому что передо мной нет конечной цели То есть у меня нет вот этого вот стремления выложиться на полную Я по себе заметил То есть, например, если видели, как Саня тренет Вот он может выложиться прямо на полную Вышить из себя максимум У меня так не получается Я себя жалею Это может быть плохо И не позволяет мне получать результат, который я мог бы получить Вот, ну, я думаю, я не один такой, я надеюсь Если вы такие же Пишите в комментариях Буду рад услышать Нет, для меня гораздо проще Вот я, допустим, сделал сегодня дошел до 10 У меня есть такая цифра в голове 10, ага И в следующий раз я попробую сделать 11 То есть даже Если бы я мог там сделать 12, 13 Из-за этого у меня очень медленный прогресс Потому что я, допустим, мог бы до 15 дойти и убиться в фламину Я так не могу Я сдамся раньше Но, допустим, в следующий раз, если я знаю, что мне нужно сделать минимум десятку Блин, десятку я убьюсь, но выложу И 11 потом сделаю А вот 12 нет Даже если там теоретически я мог бы Это такой Я сделал 11 Я молодец Прогрессирую Вот, то есть, конечно, это вот подобное отношение Оно влияет на прогресс, на скорость вашего прогресса Если вы способны выкладываться на максимум Будете прогрессировать, расти гораздо быстрее Если не способны Все будет происходить медленнее И постепеннее Но в любом случае Чтобы достигать результата Вам нужно от тренировки к тренировке повышать То есть даже если на следующей тренировке Я не сделаю 11, но я сделаю 10 То еще 5 Это будет прогресс Будет стрелять для организма Потому что я сделал больше, чем я делал в прошлый раз Тогда через тренировку я попробую сделать 11 Я буду так пройти, пока не сделаю 11 Делал 11, потом буду идти на 12 Вот это я могу Это я могу В общем, вот такие вот дела на сегодня Приседания я не буду делать Последняя тренировка пройдена Дайте воображаемые 5 И увидимся завтра На первом из организационных дней Я запишу небольшое видео Обращенницы Объявленницы В общем, сами все увидите До завтра Пока